Пенецкий государственный университет Мне не нужно, наверное, обосновывать ту мысль, на которой наша аудитория сегодня сошлась, о том, что действительно Великая Отечественная война и память об этом событии является, пожалуй, одной из немногих таких консолидирующих, сплачивающих наше общество феноменов, которые, в принципе, сохраняются поныне. Поэтому, наверное, в своем выступлении я больше буду говорить о проблемах. Перед этим два слова действительно хотелось бы, наверное, сказать о том, что по всем социологическим опросам, таким действительно крупным авторитетам, которые проводились за последние 10 лет, можно говорить о том, что до более 80% российского общества воспринимают события Великой Отечественной войны как одно из ключевых событий XX века и вообще всей российской истории и воспринимают действительно с положительной стороны, как героическая, с одной стороны, с другой стороны, трагическая страница в нашей истории. И уважение, дань уважения к тем событиям, она действительно сплачивает, консолидирует наше общество, о чем мы с вами уже говорили. Говоря о проблемах, опять же, Сергей Михайлович в своем вводном выступлении затронул этот момент о том, что в средствах массовой информации появляются так называемые вбросы всевозможных инсинуаций по различным вопросам. Как никогда это касается, конечно же, и истории Великой Отечественной войны. И мы знаем здесь как отрицательные, так и положительные примеры реакции нашего общества на эти события. Но нужно сказать, что сейчас, на данный момент, последние такие, так скажем, вбросы, которые были, наше общество реагировало на них более сплоченно. Это касалось и профессионального сообщества, и ветеранов, и, в принципе, и молодежь. Ну, в качестве примера можно привести, я думаю, все эти примеры вы знаете. События 2014 года, когда в одном эфире одного из телеканалов прозвучала мысль о том, что Ленинград не стоило оборонять, нужно было его оставить. В принципе, реакция последовала незамедлительно, и действительно каналу пришлось извиняться. Здесь есть история с публикацией материалов работы главной военной прокуратуры 1948 года о подвиге 28 панфиловцев. Это тоже, в принципе, последовало нашему обществу дискуссия. Ученые отреагировали на появившиеся в средствах массовой информации разговор о том, что публикация этих материалов, она как бы вообще говорит о том, что панфиловцы – это миф. Публикация в журналах, в частности, серия статей в журнале «Родина», они как раз достаточно быстро отреагировали, и в обществе это широко у нас не разошлось, такая идея негативная, так скажем. Но при этом нужно сказать, что все здесь присутствующие, наверное, в большинстве своем, для нас история войны – она имеет определенную личную память, потому что, наверное, каждый из нас знает человека, который был участником тех событий. Но если мы будем говорить о современных школьниках, то уже в большинстве своем они не знают людей, которые лично были участниками тех событий. И это приводит к нас к очень серьезной проблеме. Вот эта смена поколений действительно ведет к тому, что сейчас мы сталкиваемся с этим серьезным проблемом, то, что память о том событии, она будет приобретать все более формальный смысл. И задача нашего научного сообщества, нашей системы образования, чтобы не допустить этого, чтобы оставить историю войны действительно личным интересом, личным делом каждого молодого человека. И сейчас такие возможности существуют. Это и развитие интернет-проектов, связанные с доступом к архивным материалам, позволяющим проследить биографию своих предков-участников войны. Это и подвиг народа, и память народа, и ряд других проектов. Еще одна проблема, на которой я хотел бы остановиться, это то, что историческая память о Великой Отечественной войне может превратиться для нас в память для внутреннего пользования. Если сразу после окончания войны в 1945 году общество не только в Советском Союзе, но и во всем мире прекрасно понимали ту роль, которую сыграла наша страна в этой победе, и ту цену, которую заплатила наша страна за эту победу. Сейчас ситуация кардинальным образом меняется, и, я думаю, примера приводить не надо, вы все это знаете. И вот эта фраза «войны памяти», она у нас уже сегодня прозвучала. И мы все представляем, что тема войны, вот этих войн в войнах памяти, она приобретает все более активно, как бы занимает все наиболее важное место, так скажем. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, вопросы есть? Да, да, да. Да, 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 да. Знаете ли вы, что вы сказали про такой вопрос, который был общественной реакцией, нужно было ли оставлять Ленинград немцам? Знаете ли вы, что в тот же день на Петербургском, ну, на УС радиоканалов один из депутатов ЗАГС-собрания сказала и задали вопрос, почему не все, что ли, блокадники получают деньги какие-то, так, 70-летие снятия блокады. Она сказала, что там есть ограничения, что те, кто какое-то определенное количество дней, они считаются блокадниками, а те, кто вот не добрали это количество дней, она их назвала недоблокадниками. А вот это никакой общественной реакции Ленинград не сделала. Вы не могли бы мне объяснить, почему наше общество там избирательство, как вы считаете? Ну, честно говоря, я не слышал об этом, о том, что такая мысль прозвучала, да, это действительно очень... Кутриво тема, чего-то. Да, это тема, которая могла бы стать предметом для обсуждения, и здесь, наверное, ну, вот позиции наших средств массовой информации, то, что эта информация так широко не разошлась, эта мысль не прозвучала, я не знаю, наверное, это где-то прозвучало на петербургском радио, да? Ну, звучало и вот на тех этому радио, которое как бы на том канале, когда сказали, что они вынуждены были извиняться, как раз они об этой истории уволили. Если позволите, Марк, дело даже не в том, где это прозвучало, дело в том, что, видимо, существует определенный законный проект, который из этого исходит. Она просто очень грубо назвала его блокадники, а суть у нас вполне официальная, значит, есть такое образное напряжение. Ну, это отдельный вопрос. Ко мне короткий очень вопрос. А как Вы считаете, вот историческая память, как она располагается относительно научных истин и политической ценностоправки? Ну, понимаете, да, меж в меж, кто ближе к чему-то? Нет, ну, здесь очень такой интересный вопрос, но, на мой взгляд, напрямую это не связано, вот эти вещи, то, что Вы говорите, да, историческая, мне кажется, все-таки историческая память. Конечно, мы, по сути, говорим о том, к чему же мы с этим память привяжем. Либо мы привязываем исключить от актуальности и к современности, либо привязываем это к тому, что это установление некой достоверности исторической, либо это какой-то контракт, который мы должны находить. Ну, я думаю, что мы сформировать вот эту историческую память не сможем, да, она не сможет быть вот такой заданной, и как бы государство, какую бы она цензуру и политику не проводило, да, полностью сформировать историческую память невозможно. Поэтому, в любом случае, это будет что-то... Компромисс. Какой-то определенный компромисс, да. Поэтому я бы вот так не сказал, что мы можем что-то в одну или в другую сторону сместить полностью. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.